Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике остается напряженным. По данным управления Роспотребнадзора, зарегистрировано 294 новых случаев коронавирусной инфекции. Это высокая цифра, достаточно. И в целом для города Якутска характерно наличие 145 случаев. Достаточно высокая цифра новых случаев зарегистрирована в Мирненском районе. 16 случаев. Но для нас основным является проблема, которая возникает и не может никаким образом на настоящий момент пока остановиться. Это 15 случаев в Усть-Алданском улусе. 14 случаев в Оленюкском улусе. Они не представляют какой-либо такой опасности с точки зрения распространения, потому что все контакты изолированы и контактных лиц было достаточно мало. 13 случаев в Алданском районе, по 12 случаев в Мегино-Кангаласском и Намском, 9 в Нюрингринском, Верхоянском и Хангаласском, по 8 случаев. От 1 до 7 случаев зарегистрировано в 9 районах республики. По сравнению с предыдущей неделей по республике отмечается рост на 7,4%, по городу Якутску рост на 7,1%, в районах рост на 7,8%. Необходимо обратить внимание, что темпы вакцинации, которые есть у нас сегодня в республике, они не отвечают тем скорости и темпам, которым развивается само заболевание. Поэтому, соответственно, и в ближайшие выходные дни, которые у нас будут, которые у нас объявляются для всех граждан республики, а особо важным являются те, кто ещё не дошёл до вакцинальных участков, пройти вакцинацию. Особо обеспокоенность сегодня вызывает заболеваемость в ряде северных районах – Верхоянском, Верхнеколымском, Момском, Оленёкском, Аймеконском, Тампонском, Кобяйском и Жиганском. Особое внимание и сегодня, и вчера обращаем на Кобяйский УЛУЗ. Поэтому прошу глав руководителя районов перштабов усилить меры по контролю за соблюдением всех ограничений, установленных на территории республики Саха-Якутия. Я обращаю внимание на то, что с завтрашнего дня начинается и должен быть начат по всей республике полный контроль за соблюдением тех ограничений, которые установлены в соответствии с указом главы республики Саха-Якутия. В целом у нас 54% взрослого населения прошли первую вакцину – 389 тысяч 13 человек. Но одновременно необходимо обратить внимание на усиление вакцинальной кампании против гриппа. Всего привито 183 тысячи человек, что составляет 19% от населения. Уважаемые жители республики Саха-Якутия, на территории республики зарегистрированы в том числе и вирус гриппа. Соответствующее соединение гриппа и коронавируса даёт достаточно серьёзное осложнение, в том числе на здоровье каждого из нас. В связи с чем мы обращаем ваше внимание на необходимость обязательной вакцинации ребятишек против гриппа и, соответственно, самим также привиться от гриппа для того, чтобы избежать осложнений при возможном заражении. Медицинские учреждения работают в усиленном режиме на территории республики. Все поликлинические звенья соответствующим и оборудованием, и медицинскими лекарствами обеспечены. И, соответственно, готовы работать. Но, тем не менее, необходимо обратить внимание на то, что работают все в режиме повышенной готовности уже два года. И достаточно сложный период сегодня медработники переживают.